Музыка Леры Ауэрбаха и Алексея Курбатова Очень яркий пример того, что новейшая музыка может быть невероятно доходчивой и очень доступной даже для самого начинающего слушателя Лера Ауэрбах родилась в Челябинске, в СССР в 1973 году и она была своего рода советским маленьким Моцартом потому что музыке она начала учиться в 4 года, в 8 лет она выступила с оркестром а в 12 написала оперу, которая была поставлена Челябинским областным оперным театром С начала 90-х годов Лера Ауэрбах живет в Нью-Йорке Ее сочинения заказываются и исполняются ведущими мировыми музыкантами и звучат на сценах вроде Карниги Холл На концерте 13 ноября прозвучат 24 прелюдии Ауэрбах для скрипки и фортепиано Это сочинение было написано 26-летним композитором в 1998 году и стало ее 46-м опусом Когда Ауэрбах не было еще 30, ее композиторское наследие насчитывало едва ли не шесть десятков сочинений Кроме того, она состоялась еще и в фортепианном исполнительстве, а также в литературе, в прозе и даже в поэзии Любой цикл, который задумывается как последовательность тонально сопоставленных прелюдий не может не вызывать ассоциации со знаменитым циклом из прелюдий Шопена который в свою очередь восходит, конечно, к хорошо темперированному клавиру Баха одному из главных сочинений музыки XVIII века Кроме шопеновского и баховского, музыкальная история насчитывает множество циклов, устроенных подобным образом Здесь можно вспомнить прелюдии Скрябина, прелюдии Дмитрия Шостаковича или Дмитрия Ковалевского Начиная с Шопена, прелюдия перестала быть пьесой, которая предваряет нечто большее и более значительное, более весомое Она превратилась в отдельно стоящее сочинение, которое можно сравнить с эпиграммой или афоризмом У Ауэрбах прелюдии расположены по квинтовому кругу, в той же последовательности, в которой располагает их Фредерик Шопен Она трактует прелюдию как миниатюрный рассказ, и они очень контрастны и по стилистике, и по языку, и по структуре Леру Ауэрбах называли в числе очень востребованных, знаменитых современных композиторов Но, тем не менее, ее музыкальный язык удивительно доступен Очень часто у слушателей возникают определенные проблемы с новейшей музыкой, потому что она представляет определенную сложность для восприятия В случае с очень ярким, стилистически разнообразным, в чем-то неоромантическим языком Ауэрбах Никаких сложностей даже у самого начинающего слушателя возникнуть не должно Другой композитор, музыка которого прозвучит на концерте 13 ноября, это москвич Алексей Курбатов Он закончил московскую консерваторию как пианист, а также как композитор И его тоже можно назвать вундеркиндом, потому что первое свое сочинение он создал в 5 лет, а в 6 лет написал уже целый балет Курбатову нет еще 40, для композитора возраст ничтожный, и ему уже принадлежат 6 симфоний, 1 опера, 7 инструментальных концертов, 10 симфонических поэм, масса музыки для театра и кино и так далее На концерте будет сыграно соната для саксофона и фортепиано, причем это будет мировая премьера, а также сексет, который был написан Курбатовым несколько лет тому назад Отвечая на вопрос о том, как лучше подготовиться к пониманию его музыки, молодой композитор отвечает меньше думать Музыка Курбатова утешит и обрадует тех, кто оплакивает исчезновение из современных композиторских языков ярких, запоминающихся, выпуклых, красивых, увлекающих мелодий Очень насыщенная мелодически, беззастенчивая, эмоциональная, очень открытая, невероятно увлекающая ведущая за собой Она доказывает, что музыка современного молодого композитора может не порывать с традициями прошлого и при этом оставаться инновационной Мы ждем вас на концерте, где будет звучать музыка Леры Аурбах и Алексея Курбатова 13 ноября 2019 года на фестивале Reformers